Загитова и Медведева примы в тумане ими стоит любоваться с опаской Спорт. РИА Новости. 21 сентября 2019 года. Загитова и Медведева примы в тумане ими стоит любоваться с опаской 11.51. 21 сентября 2019 года. Обновлено. 17.37. 21 сентября 2019 года. РИА Новости. Александр Вельф, Алина Загитова и Евгения Медведева. РИА Новости, Александр Вильф Анатолий Самохвалов AirSport Все материалы Новый сезон в фигурном катании еще не добрался до важных стартов, но уже призывает делать выводы. Анатолий Самохвалов делится самыми яркими впечатлениями от минувших контрольных прокатов, челленджеров, этапов юниорского гран-при и рассуждает о состоянии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Медведева и Загитова Их готовы побеждать, но не затмевать. 18 сентября, 19.10 AirSport Гончаренко, Загитова смотрится профессиональнее Медведевой. Алина и женя уже на таком уровне спортивного класса и всенародной любви и ненависти, что равнодушно смотреть на их выступления не получится. Даже если они просто выходят в спортивных штанах и банально распрыгиваются, зрители и эксперты будут улавливать недостаточную легкость и неправильное ребро, а в концовке все равно похвалят, искренне ли или сцепив зубы. Загитову в этом сезоне придерживают уже не в юнирах, а как мусульманскую невесту, не показывая на соревнованиях ее обновленное лицо. Торжество состоится на Japan Open для дорогих в прямом смысле гостей. И затем только в ноябре, на французском этапе Гран-при, 14 сентября, 01.33 AirSport, Медведева стала второй на турнире серии Challenger в Канаде. А пока были лишь смотрины на прокатах, которые, во-первых, показали, что по чемпионской подаче, чем в прежнем поколении славилась Аделина Сотнякова от победы на Олимпийских играх в Сочи до самого фактического завершения карьеры, по-прежнему нет равных ни Загитовой, ни Медведевой. Подача это внятная непереигранная эмоция, вплетенная в мощное катание. Обе примы с этим справились. По богатству гармонии им равных нет. Медведева уже презентовалась на осенней классике недалеко от домашнего льда Торонто, а первая настоящая проверка ее ожидает на московском этапе Гран-при, где соберется болельщицкая родня, с которой за просмотр обожаемой фигуристки сдерут две шкуры, так как цены, по свидетельству завсегдатая в соревновании по фигурному катанию, организаторы прилично взвинтили. 15 сентября, 19.33 AirSport. Казакова объяснила, почему Загитова не завершила карьеру после Олимпиады. Ранние выводы таковы, что Медведева и Загитова своими новыми программами зафиксировали еще один шаг в развитии. Конкуренция на них надвигается убойная, но без четких очертаний за пределами стартующего сезона. Ведь кто и в каком состоянии с каким техническим арсеналом подойдет к Пекинской Олимпиаде, не предсказать. На автобане женской одиночки туман, в котором важно не паниковать, но и не сидеть посреди трассы на старом багаже. Алина, выигравшая все главные трофеи жизни, в охотку отвела душу в обоих прокатах в лужниках. Она на равных отбилась с сердцережущим вокалом израильской певицы Эсмин Леви в короткой, уложив в сторонку все сомнения, будто прессингующая страданиями. Мивой, способна подавить олимпийскую чемпионку. Загитова больше не играет с призраком оперы и не заходится в пляске улыбчивой кетри. Она очень профессионально переживает на льду, почти готова пустить не менее отточенную слезу в финальной позиции и заявляет о себе как о драматической актрисе. 12 сентября, 19.19.19.19. Тарасова назвала Тутберидзе лучшим тренером в мире. Ей было очень важно вырваться из девичества до того, как это сделают Александра Трусова и Анна Щербакова. Но первые старты показали, что в Мдеркинде пока остаются ребятни, нагло лузгающие четверные на глазах взрослых. Они готовы побеждать, но не затмевать олимпийскую чемпионку и двукратную чемпионку мира. Трусова и Щербакова дебютировали на взрослом уровне, но их выступление скорее продолжение прежнего концерта после антракта. Медведева, как и предполагалось, удачно эксплуатирует свое фирменное катание, оборачивая ее по новой моде. Александр Желин выявил минимализм в произвольной мемуаре Гейши, но именно это направление подчеркивает обновленное скольжение фигуристки, которое напоминает эстетские маневры перед боем. А японский трек роднит эту Медведеву с тем Ханю и его семьеем, что побеждали на Олимпиаде в Корее. 19 сентября, 10.00 в спорт. Инна Гончаренко, Медведева катается на старом багаже? Так все на нем. В мемуарах Медведева и меньше пафоса, но и нет боя. Если Ханю начинал сражение во второй части программы, то женя достает щит и меч только в финальной позиции и тут кино заканчивается. Она будто показывает, что рано надевать доспехи, пока накинула лишь кимоно. И пока, как настоящая японская гейша, не развлекает нас скоростью и мощью, а проводит свою церемонию покорно-медленно. Виной тому и неоптимальная форма, и новые прыжки, и новые связки. Истинная Медведева ожидается к чемпионату России. Чем больше фигуристки показывают себя на стартах, тем быстрее устремляется вперед женское одиночное катание. С одной стороны, прокаты Загитовой, Медведевой, а также чемпионки мира 2015 Елизаветы Туктамышевой показывают, что на данный момент они должны делить подиум между собой, если Трусова и Щербакова будут ошибаться на сложных прыжках и каскадах. При трехчетверных Трусовой Елуце с Тулупом Щербаковой примы скорее всего будут проигрывать, но все-таки оставлять внятное послевкусие, которое обязательно пригодится в Олимпийский год. И такая мысль наверняка сидит в головах их тренеров Эйтери Тутберидзе, Брайана Арсера и Алексея Мишина. 7 сентября, 19.05. Загитова, сейчас не нервничаю, на мандраж иногда помогает прыгать. Но Тучана истинно женская грядет с другого фланга, и к ней лидеры могут вскоре оказаться абсолютно не готовы. Юниорские прокаты и этапы юниорского гран-при свидетельствуют, что все то замечательное, о котором в мужском быкатании или парах мечтали, может очень скоро уйти в утиль истории с перспективой гала-концертов, торжественных вечеров и творческих встреч. И четверные прыжки, которые прямо сейчас вершат историю, на завтра могут отойти на второй план, потому как новое поколение куда оперативнее воспринимает сложную хореографию, под их коньки можно еще впихивать и заталкивать новые шаги, и к четверным они если менее склонны, чем Трусова, то не намного. Новогорск, Лейк-Плассид, Рига, Челябинск и Гданск показали реально нечто новое. Угроза лидерам идет, главным образом, от Камилы Валиевой, во вторую очередь, пожалуй, от Ксении Теницыной и двух подруг Олен Косторной и Канышевой, в третью от Дарьи и Усачевой и Майи Хромых. Все шестеро уже сейчас демонстрируют катание будущего, сочетая сложность и художественность. По отсутствию лишних движений они уже могут соперничать с Медведевой и Загитовой, и у них нет пустот в программах, как и Туктамышевой. Именно им суждено рассеивать туман, и, наверное, уже в следующем сезоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...